Молтком. Утро на Молткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас на связи первый эксперт. Всего их будет три в этом первом часе. Мы будем говорить о том, как будут жить Соединенные Штаты и весь мир при новом президенте. Уже несколько дней, как в Белом доме хозяйничает Джо Байден. Первый эксперт у нас на прямой связи. Посредством ЗУМа, политолог и доктор политологии Андрей Берников. Доброе утро. Доброе утро. Да. Можно ли сказать, что вы, в принципе, ожидаете какие-то очень серьезные изменения и внутри Соединенных Штатов, особенно в ее внешней политике, во взаимоотношениях с Соединенных Штатами, Соединенных Штатах с Европейским Союзом? Как вам все это видится? Ожидаю, потому что явно уже, что Америка будет возвращаться в семью европейских стран, в том смысле, в семью западных стран, скажем так, что сближение с Евросоюзом, ну или конкретно с европейским континентом, оно будет очевидно уже сейчас. Байден заявил о том, что он возвращается в Парижское соглашение о защите среды, по сути дела, это движущей силой на данный момент, как Америка оттуда вышла, являлись именно европейцы и лоббировали это все дело. Будет множество других инициатив, связанных с внедрением технологий, в том числе технологий с мощным этическим компонентом, чего не было при Трампе, потому что, на мой взгляд, один, может быть, недооцененный фактор, о котором важно здесь сказать, который касается вообще того, как Америка сегодня продвигает свои ценности в мире, это именно внедрение технологии. Потому что, если мы говорим о 80-х годах, там были больше культурные аспекты, там рок-н-ролл, Голливуд, жвачка, джинсы. Потом в 90-х был спрос большой в нашем регионе, конкретно, ну вообще в регионе Восточной Европы. Это, естественно, как строить политический институт. И в тот момент было очень важно, ну, понять эти принципы. Был так называемый экспорт, экспорт. Тогда его называли экспортом либеральной демократии. Тогда, сочетание либеральной демократии было в ходе. Сегодня, кстати, его гораздо меньше используют. А говоря о сегодняшнем дне, о нашем будущем, это, естественно, будет все делаться через внедрение технологий, поскольку технологии занимают, ну, огромную часть, не только огромную часть нашей жизни. Они, по сути дела, будут запределять все. Разговоры автоматизации, роботизация, строительство умных городов. Это уже давно дискутируется и в Латвии. Латвия меняет свою законодательство в соответствии, чтобы делать города более умными. И технологии, надо понять, что это не является какой-то идеологически нейтральной вещью, по крайней мере, на данный момент. Если люди, которые работают, допустим, с научными проектами, с так называемыми высокими технологиями, глубинными технологиями, они знают, что уже во многих программах обязательно прописывается, даже в трамповское время это было, что технологии не должны наносить вред окружающей среде. Это зеленый компонент. Все больше появляется, что они не должны учитывать к аспекту гендерного равенства. Я думаю, при Байдене будет все это идти дальше, будет писаться, что технология не может быть передовой, если она не учитывает инклюзивность по отношению к меньшинствам. И дальше, может быть, появится, что технологии не могут быть прогрессивными или какими-то передовыми, если они служат только прибыли, а не обществу. При Трампе это все было не так, поскольку Трамп пытался создать рабочие места, но больше за счет протекционистской политики. Но, скажем, именно мир технологий он больше смотрел с такого либертарианского взгляда, что они пускай будут подчинены законам рынка. Байден, у него совсем другая позиция, у него была совсем другая позиция в предвыборный период, он считает, что технологии должны служить обществу, он такой технопрогрессивист ярый, что они должны там обязательно нести какие-то позитивные ценности. От этого мы не уйдем, поэтому многие задаются вопросом, ну а сейчас будут продвигаться вот эти ценности прогрессивные, которые связаны с культурной войной, может быть, консерватами и прогрессистами так называемыми. Ну как вот, допустим, у нас, в Восточной Европе, в основном люди консервативные, национально мыслящие. Ну что, что будут им указывать, что им надо, так сказать, относиться более терпимо, ну, допустим, к сексуальным меньшинствам. Будут, будут указывать. В любом случае, Америка никогда не влезла в эти вещи напрямую. Но вот именно через продвижение технологий это все будет усиливаться. Да, вот господин Байден, когда он пришел к власти, он повторяет как мантру, что вот общество в Америке разделено, и вот его одна из задач или одна из главных целей после вступления в должность президента – объединить общество. Но ведь, в принципе, мы знаем, что, ну, каждые четыре года проходят в Америке выборы, республиканцы и демократы – главные участники этих выборов. И понятно, что общество разделяется на тех, кто поддерживает президента или кандидата президента от демократов, кто поддерживает от республиканцев, всегда происходят какие-то митинги, протесты, проигравшись стороны ищет, кто-то обвиняет в том, что какие-то были фальсификации. Если мы вспомним, четыре года тому назад, может быть, не было захвата Капитолия, но противостояние Хиллари Клинтон и Дональда Трампа тоже было довольно жесткой. Может быть, тут ничего такого сверхъестественного нет, но идет противостояние, общество расколото. Ну и что? Нет, общество расколото, притом, в общем-то, ну, наверное, некоторые элементы все-таки новые есть. Многие, кто живет в Америке, говорят, что это противостояние ощущается сильнее, чем оно, допустим, было при Клинтоне, при Обаме. Тут вопрос действительно, насколько этому поспособствовал, скажем, Трамп или кто-то еще, и насколько этому поспособствуются социальные сети. Все больше все-таки консенсус на том, даже среди людей, которые изучают социальные сети, что, к сожалению, социальные сети не создали того эффекта, который от них ждали, что они больше приведут к диалогу между разными взглядами, что они больше приведут к пониманию разных культур, как изначально было. А все-таки социальные сети – это рассадник, прежде всего, агрессии и того, что ты можешь попасть в свой пузырь и не получать другой информации, помимо той, которую ты хочешь видеть. Алгоритм устроен таким образом, что ты получаешь только то, что ты усмотрел до этого, и от этого тебе не попадают какие-то альтернативные точки зрения. Но об этом тоже сейчас поднимает вопрос в рамках этических, вот этих этических аспектов технологий, насколько эти алгоритмы нужно менять. Трамп сам об этом говорил в некотором роде, но об этом говорят и сторонники Байдена. Не знаю, известное очень недавно письмо было музыканта Нила Янга, очень популярный человек в Америке, где он, допустим, будучи ярым антитрампистом, сказал такую фразу, которая явно не популярна, он сказал, что просто эти люди там заманипулированы, и я бы мог быть вместе с ними, указав на людей, которые штурмовали в Капидории, но он, прежде всего, обвинил социальные сети во всем этом деле. Социальные сети тоже, они сейчас будут напопадать в все больший контроль. И Байден, кстати, один из движущих сил. Не скажу, что Трамп воевал с социальными сетями, но именно в их экономическую политику он не хотел ввязываться, он не хотел ничего делать там в этой области, так называемой гиг-экономики, что там многие работают на фрилансах, на временных контрактах. Байден четко поставил вот эту, допустим, проблему того, что люди интеллектуального труда в сфере IT в том числе, они работают часто без всяких социальных гарантий на временных контрактах, и что у них забран статус этого, они считаются временными контрактниками, они забрали статус нанятого раньше, он хочет это вернуть. Вообще больше, мне кажется, что Байден как-то похож очень сильно на социалиста, и с учетом той программы социальной помощи домохозяйству, которую он провозгласил, сразу вступил в должность президента, и требуя от Конгресса поддержать его программу еще выделения одного триллиона долларов. Нет, это точно, но он не такой, естественно, социалист в нашем, в нашем, в нашем европейском понимании, в Америке. Это то, что я вот как раз использовал слово прогрессист, прогрессивный, потому что у нас прогрессивный, это что-то, кто-то к прогрессу тянется, в американской традиции прогрессивный, это тот, кто как раз больше на левом фланге, и у него есть крыло вообще, радикальный левый фланг, там Берни Сандерс и даже еще люди левее, но которые уже очень близко к такой радикальной социал-демократии, ну не совсем к коммунистам, но это уже, в принципе, эти люди уже почитывают и Маркса и так далее. То есть Байден, конечно, представляет такое больше среднее, ну такое центристское крыло в демократической партии, но они гораздо левее во всех этих вопросах, и здесь интересная ситуация создается, что Америка сейчас может стать такой движущей силой как раз левой повестки, поменявшись в какой-то мере с нашим регионом местами. Просто, естественно, надо понимать разницу, как у нас это в регионе понималось, у нас больше такое, это все-таки авторитарная форма равенства, была такая, где все в руках одной партии, где в руках, так сказать, ну была идея, что средства производства должны принять государство, американские левые, они все-таки больше к таким, к либертарианству, к такому анархистской форме социализма, но это среди молодежи довольно модная идея, среди молодых людей в Америке модная идея, поэтому Байден и пришел. Но то, что пошло расслоение, что демократы двинулись больше в консервативную сторону, больше в правую, а демократическая партия больше в левую, и они уже не так скажут, что они там центр, и каждая партия ничем не отличается. Это все как раз прошло из-за этого противостояния. Видишь, что расслоение есть и по границе штатов определенных, которые всегда были, но сейчас еще и пошло, это противограница четкая по возрастным группам, молодежь поддерживает левые идеи в Америке, что в принципе и понятно, поскольку американская мечта в старом понимании, она рухнула. Сегодня нет у молодого человека мечты построить дом, взять кредит и так далее. Они в основном уже больше готовы не иметь машину, но использовать больше какие-то услуги. И такси, если они будут более доступны, они готовы уже жить в съемном жилье, это по опросам. И в этом смысле они больше уже такие коллективисты, в отличие от американцев. Американские мечты 60-х, 70-х годов. Да, и в этом смысле эти левые идеи, они популярны, и многие даже в них не видят какого-то дискомфорта. По сути дела, Кремниевая долина, многие даже высокие специалисты живут, так сказать, несколько человек в квартирах, и их это устраивает. Им нравится вот этот вот такой, социализм в этом смысле, да, коллективистская составляющая в Америке усилилась среди молодого населения, и в этом смысле эти ценности будут и на остальной мир экстраполироваться. Вот я думаю, вот если мы говорим о влиянии в Америке, это основное, потому что все вещи связаны с НАТО, там связаны с то, что Америка возвращается больше влиять на процессы в Европе, больше там критиковать авторитарные режимы, это все, по-моему, само собой разумеющееся. И тут понятно было, что весь Байден будет примерно делать то же, что делал на втором сроке Обама, но даже жестче. С Трампом была ситуация немножко неясна, хотя, в общем-то, по инерции все это все равно продолжалось, президент там не может повлиять на все, но сейчас еще и президент будет вот эту, так сказать, стандартную Америку последние декады перед Трампом возвращать назад. А вот что пойдет новое, я уверен, как раз левый дискурс. Левый дискурс, он будет внедряться разными способами, через те же технологии, через, ну, культурный продукт тоже, конечно, Голливуд, хоть уже не новинка, но никто его не отменял, там будут все эти ценности проводиться. И будем ли ведьмы все? Это, у меня сомнений, нет. Для нас меньшинств в Латвии, это каким-то образом будет хорошо, потому что если мы предполагаем, что Джо Байден там выступает за права этнических меньшинств, национальных по определению, будучи, как вы сказали, поагрессистам и зная предвыборную кампанию, на чем она стоилась? Вот вопрос, насколько сумеют, допустим, люди, которые говорят здесь о свободных меньшинств, построить это и обуть в нужные слова, и в нужный дискурс. Проблема в основном была именно с этим, и до этого она была именно связана с этим аспектом, поскольку рядовой американец, Байден, может быть, и администрации кто-то знает что-то и большее про проблемы меньшинств, скажем в целом на Восточной Европе, даже не говоря там о наших, конкретно о Балтийских странах, но он тоже ориентируется больше все-таки на электорат. Если вы спросите стандартного американца, он не знает наших проблем и близко, поэтому, естественно, больше ориентируется на поддержку тех меньшинств, которые слышны. Это антисексуальные меньшинства, это во многом гендерный баланс нарушенный, это проблемы, с которыми сталкиваются сами американцы, они их понимают очень хорошо, и расовая дискуссия именно по цвету кожи. Им это очень понятно. Есть вот гетто, действительно, если там в Филадельфии, не знаю, были когда-то, там это основная улица большая, которая переходит из таких совершенно ужасных гетто, пешенебельная как раз часть города. Но вот в этом гетто вы, конечно, не увидите практически белого лица, когда вы по нему катаетесь. Эта проблема есть, она не надуманная, американцы её знают, и там поддержки есть. Как говоря про меньшинство Латвии, я думаю, американцы про это не знают. Тут вопрос, кто успешнее может подать эту картину. Я думаю, что на данном этапе были как раз успешнее и гораздо имели больше выхода к международному сообществу и более, так сказать, более успешно доносили проблематику Латвии. Именно те люди, которые считают, что здесь проблем нет. И поэтому голоса тех, кто недоволен, не слышны, но это вопрос тактики. Потому что, естественно, если тебя будут представлять, что ты не являешься борцом за расширение, скажем, каких-то своих прав, исходящих из твоей общины, а больше там обслуживаешь интересы какой-то другой страны, с которой ещё в Америке плохие отношения, но тогда, естественно, будут сомнения, помогать ли тебе или нет в этой борьбе. Так что здесь вопрос, насколько убедительно можно донести эту проблематику. Но в целом, идеологически, да, идеологически миллион организаций в Америке и общественных, которые занимаются проблемой меньшинств. Это не только сексуальное меньшинство, не только гендерный вопрос, но это и малые всякие народы, которым можно списываться, обращаться, объяснять свою повестку дня. Здесь всё зависит от самих активистов, где они ищут поддержку, там, на Востоке, условно, или на Западе. Андрей Берников у нас был на прямой связи. Политолог, мы говорим, напомню о новой эпохе, которая начинается в Соединённых Штатах после избрания президентом Джо Байдена. Спасибо большое. Сейчас буквально короткая, пару минут пауза, и потом следующий эксперт у нас будет на линии. Не переключайтесь. На одной волне с городом. Радио. Болтком.